Здравствуйте! Вы смотрите новости на первом карагандинском студии работы Динары Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Семья, у которой недавно родилась тройня, получила трехкомнатную квартиру. Главы государства, при поддержке Акимобуски, я хотел бы поздравить вас с этим дневным событием и вручить вам подарок, ключи от трехкомнатных квартир. У Шахтерской больницы новый управляющий. Теперь за здоровье горняков будет отвечать медицинская фирма «Гиппократ». Мы решили поменять себе компанию, которая оказывается на медицинском суде. Ничего в этом личного не было, ни в право за юзу, ни в коем. В Караганде определено специальное место для жертвоприношения – священный праздник Курбанайт. Когда мы приносим жертвоприношение, первые капли крови, которые падают на землю, говорят, «Аллах, прощай, дед, все грехи». Семья, у которой недавно родилась тройня, получила трехкомнатную квартиру. Аким Сарани лично приехал к молодой маме в роддом и вручил ключи от благоустроенного жилья в микрорайоне Горняк. В квартире созданы все условия для проживания семьи с маленькими детьми. Новая сантехника, кухонная плита и электрический титан. Также новоиспеченным родителям вручили подарки для новорожденных. Мама тройняшек Оксана Рассказова такому подарку от властей не нарадуется. Между тем, самочувствие малышей в порядке и на днях маму и новорожденных выпишут. Благо, теперь им не придется скитаться по съемным квартирам. Президент страны Лидернации Рассказович Назарбаев отметил, что каждый ребенок, который родился в нашей неделе, он казахстанец. И государство обязано о них заботиться. Поэтому, следуя политике Лидера нации, главы государства при поддержке Аким области, я хотел бы поздравить вас с этим занимающим событием и вручить вам подарок, ключи от трехкомнатной квартиры благоустроенной. У шахтерской больницы новоуправляющие. Теперь за здоровье горняков будет отвечать медицинская фирма «Гиппократ». Об официальных предназначениях стало известно на пресс-конференции, которую организовал Арселор Миттл Симиртау. Фирму «Гиппократ» Арселор Миттл Симиртау выбрала из нескольких претендентов. Старый управляющий, профсоюз угольщиков Коргау, промышленного магната не устраивал. Масса претензий, среди которых подделка медицинских документов, необоснованные продления больничных листов и многое другое. Кроме того, как пояснили в Арселор Миттл Симиртау, непонятно, куда расходовались деньги, которые выделялись на содержание больницы. Здание стационара давно требует ремонта, оборудование устарело. Тем временем, новый управляющий обещает вложить в медсанчасть почти полтора миллиона долларов. На эти деньги планируется обновить медицинское оборудование. Мы решили поменять себе компанию, которая оказывает нам медицинские услуги. Ничего в этом личного не было, ни к профсоюзу, ни к кому. Поскольку нас это не устраивало. Но ты имеешь же право компанию поменять фирму, которая оказывает все вместе в профсоюзе. Просто компания ТО, они нам не нравятся. Есть ряд моментов, по которым мы не согласны. Они не хотели с нами контактировать, не хотели общаться. Там возникла эта жалоба, мы ездили в правительство, мы были в Урал. Там все это 150 раз разберялось. То есть нет никакой политики, это спор в двух хозяйских субъектах. Так было сказано на уровне правительства. В Караганде определено специальное место для жертвоприношения в священный праздник Курбан-Айт. Для традиционного ритуала городской Акимат выделил территорию мясоперерабатывающего завода Арай.кз. До этого года жертвоприношение проходило в разных местах города. Многие из них не соответствовали ни священным, ни санитарным нормам. Кроме того, жертвоприношение в неустановленном месте грозит штрафом от 8 тысяч тенге. В этом году ритуал можно проводить близ мясоперерабатывающего завода Арай.кз. К слову, резать барана смогут не только священнослужители, но и все желающие. Когда мы приносим жертвоприношение, первая капля крови, которая падает на землю, говорит, Аллах прощает все грехи, даже наша правоверная матерь Аиша Рады Аллах, она пророслава сам сказал, Аиша, ты преподноси жертвоприношение, потому что первая капля крови, которая выходит из жертвенного барана, или жертвенного животного, все первые капли, говорят, все создания, которые есть на земле, все они, говорят, все создания будут просить за тебя моления о прощении твоих грехов. Наручные часы с символикой Департамента внутренних дел получили в награду сотрудники полка патрульной полиции за спасение детей на пожаре. В конце сентября, заступив на охрану общественного порядка, экипаж патруля получил сообщение из Центра оперативного управления у пожаре на улице Язева. Старшина полиции Елдос Кездикбаев, старший сержант Биржан Кошмагомбетов и старший сержант полиции Максат Ахмадин прибыли на вызов и немешкой поднялись на пятый этаж. В горящей квартире находились несовершеннолетние дети трех и пяти лет. До приезда сотрудников пожарной охраны трое полицейских, не обращая внимания на огонь, вынесли из горящей квартиры детей. За это и были награждены наручными часами. Полицейских не смог остановить огонь, но то, что их решили наградить за рядовой, по их мнению, поступок, очень их удивило. Спасибо нашему руководству за то, что нас не оставили без внимания. В Караганде открылась выставка китайских новогодних гравюр. Здесь представлены более сотни произведений, отражающих особенности культуры и традиции соседней республики. С экспозицией ознакомились и наши корреспонденты. Гравюра на дереве – один из самых популярных видов традиционного искусства Китая. Разноцветное изображение было принято менять в канун старого китайского Нового года. Яркие отпечатки с пожеланиями на насилие у входа в дом. По преданию, они охраняют жилье от злых духов и недобрых людей. Это очень большая выставка, насчитывает более ста работ. Состоит из двух частей – фотографии, посвященные Китаю, его обычаям, традициям и, конечно же, природе неповторимой. И вторая часть представляет огромное количество работ ксилографии. То есть, это гравюры, отпечатки с гравюр по дереву, посвящены, скажем так, предновогодним праздникам. Выставка «Прекрасный Китай» организована Центром Конфуции при поддержке Карагандинского технического университета и посольства КНР в Казахстане. В произведениях новогодних гравюр отражена история общества, народная жизнь и духовные верования людей из Поднебесной. Помимо гравюры, зрителям продемонстрировали фотоподборку о современном Китае. Мне эта картина понравилась тем, что люди ценят то, как люди обходились раньше без электричества. Нам очень понравилась эта выставка и особенно эта картина. Она очень интересная. Здесь изображено искусство Китая. Отметим, что Караганда стала третьим городом после Алматы и Астаны, где представлена эта экспозиция. Выставка «Прекрасный Китай» будет проходить в Музее изобразительного искусства до 20 октября. Алина Акбаева, Карат Аршитов, Хасхата Бедулов, Первый Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи-фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена, Авдирова, 9, телефон 909-909. Подарки на 2,5 миллиона тенге получил детский сад «Байтирек-Караганде». Игровой центр, телевизор, интерактивная доска и сухой бассейн подарил детишкам чрезвычайный полномочный посол КНР в Казахстане. Это акт доброй воли и перспективный взгляд на будущее сотрудничества между странами. Детский сад «Байтирек» – это современный воспитательный дошкольный комплекс. Сюда приводят до 500 детишек. В группах изучают не только казахский и русский языки, но и английский. Для встречи с Леюйчаном, чрезвычайным и полномочным послом КНР в Казахстане, дети готовились тщательно. Узнавали с помощью воспитателей историю Китая, готовили поделки. «Детский сад работает по программе «Этнопедагогика». Мы детей учим и воспитываем в духе нашего казахских национальных традиций. Представители китайского посольства подарили детскому саду игровой комплекс, интерактивную доску, сухой бассейн. А ребятишки порадовали гостей настоящим концертом. В Китае очень серьезно относятся к воспитанию подрастающего поколения. Ведь дети – это надежда и будущее страны. Поэтому с таким интересом Леюйчан следил за маленькими артистами. Очень надеемся, что Казахстан и Китай смогут укрепить сотрудничество в области воспитания детей. Надеюсь, что наши подарки помогут детям запомнить и узнать о Китае. Ваш город произвел на нас прекрасное впечатление. Посольство и впредь будет оказывать поддержку и содействие в развитии содружества. Город очень красивый, много деревьев, мощная промышленность, высокий образовательный уровень. Вижу большой потенциал в сотрудничестве между Китаем и Казахстаном. Впечатляет, что президент вашей страны провел самые яркие 20 лет жизни именно здесь. Мы желаем городу процветания. На этом двухдневный визит чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Казахстане был завершен. Сергей Высокозов, Марат Култенов. Первый. Карагандинский. Карагандинский школьник воссоздал искусственный наноспутник Земли. Проект представил Маргулан Есинжол на Республиканской Олимпиаде Экспо-2017 глазами детей в Астане и занял первое место. В школе для одаренных детей Дарын 11-классник Маргулан Есинжол настоящий интеллектуальный герой. Накануне Вундеркинд вернулся с Олимпиады инновационных идей, которая проходила в Астане. Здесь юный физик представил проект искусственного спутника Земли. Небольшое устройство способно принимать сигналы из космоса и проводить экологический мониторинг Земли. Наша семья имеет большие просторы, чтобы создать единое информационное пространство в нашей земле и рациональное использование ее полезной ископаемой. Этот проект дает нам и финансовые выгоды. То есть название этого аппарата «наноспутник» в переводе означает «маленький», то есть «малой массой». А мы знаем, чем меньше массы, тем меньше расход энергии. Соответственно, мы предложим к этому аппарату очень сравнительно малые финансы. При включении приемника, то есть передатчика, все сигналы будут поступать в надежный комплекс, то есть в пульс управления. Тем самым мы можем получить необходимую нам информацию. Над проектом Маргулан и его руководитель, преподаватель физики Роза Жуманова, работали два года. Детали для устройства искали в обычных радиомагазинах. Месяцы кропотливой работы не прошли даром. На Олимпиаде Экспо-2017 «Глазами детей» ноу-хау стала одним из лучших среди других проектов со всего Казахстана. И к номинации больше пришел. Мы заняли первое место в двух номинациях. Друт Маргулана оценили по достоинству, чему мы очень рады. Этот ученик очень трудолюбивый. Седьмого класса интересуется физикой. В будущем хочет связать свою жизнь с космонавтикой. В школе Дарын однокашником гордятся. Уверены, что разработка принесет пользу космической индустрии Казахстана. Отметим, что на Олимпиаде в столице Караганинской области представляли семь человек. Регион занял первое общекомандное место. То, что сейчас Маргулан завоевал призовое место, это, конечно, для нашей школы большая гордость. То, что он спроектировал интересную модель, это тоже большая заслуга нашей совместной деятельности с физическим факультетом Караганинского государственного университета. И я думаю, что его научное открытие, его большая исследовательская работа сыграет существенную роль на пути индустриально-инновационного развития нашего Казахстана. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Первый Карагандинский. В субботу в Караганде состоится первая сельскохозяйственная ярмарка «Аулбереке-2013». Торговля местных товаропроизводителей поменяла место дислокации. Ярмарка пройдет на улице Олимпийская за стадионом «Шахтер». Мясомолочную и плодавочную продукцию будут реализовывать по сниженным ценам. Отметим, что в связи с проведением ярмарки Олимпийская будет перекрываться от проспекта Бухажирау до улицы Московская. Для парковки автотранспорта будет задействована улица Инженерная. Дамброапати в Караганде. Уже на протяжении месяца дамбристы собираются каждый четверг и демонстрируют свое мастерство. Первая дамброапати прошла в августе. Организаторы постарались на славу. Участники решили собираться на такие национальные вечеринки каждый четверг. Количество дамбристов увеличивается с каждым проведенным мероприятием. В зале звучит не только национальная музыка, но и современная. Молодые люди в творчестве себя не ограничивают. Дамброапати мы проводим уже целый месяц. Участников много. Каждый четверг мы демонстрируем друг другу свою игру, совершенствуем мастерство. Нам бы очень хотелось, чтобы Дамброапати стала традицией для Караганды и не только. Амина Смакова, Карат Рашидов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости первого Карагандинского. И оставайтесь в курсе всех событий. А я напоминаю номер телефона нашей редакции 4206-49. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Салву у нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова